В начале хода вы начинаете стараться разбегаться, чтобы понять, когда и куда лучше бежать главным героем. Главного героя старайтесь сразу прятать внутри города, пока все герои не отходят. Вот этот герой у нас пойдет вправо. По пути он может стараться собирать золото, чтобы, может быть, на большее количество героев хватило. Вот еще золото. И после этого захватывает лесопилку. Лесопилка и рудник это два главных ресурса, которые вам нужны будут на старте. Покупается еще один герой. В этот раз давайте Некроманта. Ну и в целом через Некроманта можно и поиграть. Почему нет? Давайте сменим своего главного героя. Попробуем сделать разведку теперь в другую сторону. Первый ход это в основном сбор золота и разведка. Давайте этого героя запустим сюда вниз влево. Пока что ресурсов мы особо не видим, имеющих ввиду именно золото. А вот и золото подъехало. Забираем. Давайте еще одного героя купим. У нас есть еще одно направление неразведанное. Вот с неплохим навыком у нас есть Катберт. Она будет нам золото приносить. Поэтому давайте ей передадим армию тоже единичку с хорошим разгонщиком шестым. Но лучшего разгона у нас нет. Святыни тоже заодно будем проверять. Вот замедление. Один из ключевых заклинаний, которые вам нужны на старте. И вот такие вот обзорочки на старте, они очень сильно упрощают вам жизнь. Потому что после их посещения у вас сразу же засвечивается территория. И вы автоматически видите большую часть территории, что упрощает вам разведку. Отлично. Так, ну давайте как-нибудь так встанем. И смотрите, казалось бы, мы с вами уже купили трех героев. Но при этом золота осталось так же много. Потому что каждый герой, которого мы купили, он шел и собирал золото по пути. Из минусов, которые мы с вами сейчас видим, это конечно же то, что мы не дотягиваемся до города, судя по всему. Также есть кнопочка свободный герой. Те герои, у которых еще есть какие-то очки перемещения, можно их таким образом прокликать, найти и доходить до конца. Это зеленая шкала здесь слева отображается у каждого героя. Это сколько очков перемещения осталось. А правая шкала синяя, это сколько маны есть. Мана это очки магические, за которые вы во время боя покупаете заклинания и начинаете ими бить, грубо говоря. Если маны недостаточно на какие-то заклинания, то и заклинания вы использовать не можете. Если на какие-то заклинания у вас хватает маны, то конечно же это очень сильно вам упрощает битву и позволяет использовать разного рода заклинания. Также нужно быть очень внимательными, ребят, при сборе ресурсов. Вы должны тоже тратить как можно меньше очков перемещений. Давайте с вами даже рассмотрим некоторые варианты. Если вы подойдете вот так и будете брать наискосок, вы потратите 141 шаг. Вам это конечно же не надо. А зато если сделаете вот таким вот образом и возьмете сбоку, вы потратите всего лишь 100. Что для вас конечно же более приоритетно. Плюс нужно брать те или иные артефакты с той стороны, в которую вы едете. То есть если бы мне надо было ехать вправо, в этом случае я бы наверное его обошел сверху и взял либо сверху, либо объехал бы вот так вот по краю и брал. Это тоже важный момент. Также нужно учитывать, что если у ваших героев не прокачана разведка, изначально тот или иной герой видит вокруг себя только 5 клеточек. Влево, вправо, вверх, вниз. Что позволяет герою, у которого есть разведка, разведать другого героя раньше и видеть его, но этот герой его видеть не будет, потому что у него нет разведки. И посчитав клеточки, можно все это дело понять. Как можно увидеть, сколько клеточек, достаточно либо нажать клавишу F5, либо нажать на колесико мышки. Появится вот такая вот менюшка. Эту менюшку мы рассматривали с вами в первом еще уроке, в нулевом, да. И вот если мы нажмем на сеточку, то можем посчитать. Смотрите, 1, 2, 3, 4, 5 влево, 1, 2, 3, 4, 5 вправо. Точно так же вниз, 1, 2, 3, 4, 5. То есть, в принципе, разведка работает, как она и должна это делать.